о я о жизнь вопросов неотступных череда и верницы бесконечные людей лишенных веры и города набитые глупцами и вечные упреки по отношению к себе ведь кто меня глупей и кто безверний и взгляд цепляющийся за свет за имена вещей за бесконечную борьбу и тщетное достижение все и изнаренная убогая толпа меня здесь окружает вновь и вновь и их бесплодные года с моими крепко сплетены и мой вопрос ох мой такой печальный горький неотступный где среди этого добро о я о жизнь ответ ты здесь ты существуешь и существует жизнь есть сознание и подлинность твоя и пьеса жизни еще не кончилась и ты в нее свою строфу запишешь волк уитмен здравствуйте меня зовут валерий веряскин а вы смотрите или слушаете подкаст подлинная жизнь я разговариваю с людьми об их и нашей подлинной жизни и сегодня мы разговариваем с анной щадиной искательницей смыслов ресурсов и радости нарративным практикам психологом ведущий танцевально-двигательных тренингов автором блога нежный поиск говорили мы о разных аспектах этого самого нежного поиска анны среди прочего мы затронули темы поведение в социальных сетях проявление подлинности в социальных сетях разделение личного и рабочего пространств также поговорили о фейсбуке как тренажере осознанности и этики о важности телесной жизни в эпоху бестелесного интернета о личном ритме и личной скорости и о важности того как именно мы говорим о жизни о себе о проблемах о достижениях послушайте пожалуйста привет аня и это я давно с тобой хочу поговорить и наконец как все сложилось и по времени есть это время и у меня такая ну какая-то зацепка появилась до какой-то не просто зашел как-то в фейсбук я практически никогда не просматриваю ленту и но всегда что-нибудь первое попадается мне попался твой пост последний но один из там каких-то последних такой пост признание как ты его называла о том что вот что раньше это писала пост тоже пост признание признавал свои умения и успехи а сейчас ты признаешь свое поражение свои неумения ну или там рассказал о том что вот тебя были планы на несколько программ и как-то вот они сложились народ не набрался вот но и основной ну как посыл что ну так и я как-то с этим побуду и меня на самом деле как тронуло вот твоем вот это твое послание послание мира через facebook и ну и я хочу тебя спросить начать с этого ну вот зачем ты это сделала что что для тебя это вот это признание ну с одной стороны для меня это ну как бы это важная часть и если я при ней не буду говорить что ну не знаю как будто я буду не целый как будто я буду показывать только какие-то не знаю может быть красивые приятные части но это как бы не я вся и в этом я чувствую какую-то такую нечестность и даже было такое ощущение что мне кажется я ни одного приглашения не смогу написать если я не сказал о том что ну вот не получается когда мы такие хорошие признаем ну как бы мы создаем какую-то не знаю может быть впечатление у людей о том что там все получается все получается но я замечаю что и сейчас есть такая как-то ну тенденция люди говорят и про сложности и история она становится более какой-то живой и трогающей если там говорится не только про ну не только как-то хорошее а про про некое такое целое и тоже ну как бы у меня есть полное как бы убеждение что целого мы как бы никогда не достигнем мы можем только ну как бы показывать отчасти какие-то части но это все время ну как бы ну целое очень сложно вместить но к этому можно стремиться и мне наверное ну вот когда я уже это написала и когда пошли отклики я поняла что для меня это был не только мое признание но как будто япус какого-то процесса когда люди которые откликались которые поддерживали которые ну говорили какие-то ну такие важные слова что они в этот момент не только меня поддерживали но и свою какую-то такую часть которая тоже где-то как будто ну это это понятно мои иллюзии мои фантазии но не знаю мне действительно хотелось признать эту слабую часть которая есть которая нуждается в каком-то вот ну просто обнять это и побыть с этим и побыть в тишине а не запрыгивать на очередного коня или там как бы побыть с этим тоже и не знаю для меня действительно важно показывать вот как бы ну и обратную сторону чего-то такого хорошего и возможно быть в этом показывании показать что это ну не такое плохое как как это не антагонизм может немножко поближе как ты нибудь к микрофону чтобы чуть-чуть погромче было окей ну хорошо и вот когда ты это написала и какие-то отклики случились да и вот какой-то диалог завязался у тебя там с людьми ты написал ты сказал что ну это нужно было для того чтобы эту часть вот как-то обнять да и что произошло после этого вот с тобой если вот что что дальше произошло какое движение ну сначала как бы первое это на физическом уровне я просто ну заметила как у меня все как бы выпрямляет ну как бы расправляется плечи как бы выпрямляется спина и я как бы начинаю вот такую вот силу чувствую силу в себе и вот ну как как что-то ну я это тоже как бы как сказала как будто пробку прорвало и вот ну пошла энергия это немножко сложно наверное рационализе ладно не буду рационализе я я просто попробую как бы рассказать именно важно наверное то что я начала чувствовать как бы не свою отделенность а некую такую соединенность соединенность чем соединенность как бы наверное с реальностью и соединенность ну вот с теми людьми которые через свои слова дали свое внимание как будто короткая встреча при этом произошла и и наверное тоже вот опять когда я говорю про энергию ну просто меня появилась вот это не отдельно что вот у меня я тут вот стараюсь стараюсь у меня ничего не получается а как бы ну соединенность ну и это процесс и это ну как бы это часть процесса один ну как бы один из шагов процесс какого процесса действительно жизни быть в контакте с реальностью то есть это вот это самое переживание целостности какой-то тоже целостности жизни где есть вот разное качество из которым ты можешь быть как на любом случае а вот мне мне интересует просто мы сейчас сегодня находимся мы как человечество как люди и как минимум все кто включен там в жизнь фейсбука в жизни вообще социальных сетей находимся теперь в каком-то новом периоде периоде когда мы все более-менее становимся публичными в большей степени или меньше там зависит количество этих друзей и фейсбуке или там подписчиков на странице и с одной стороны но для меня просто так как для меня это может быть сложнее как человеку там более старшего поколения который как-то сформировался на чем-то другом другом способе жизни когда не было этого ничего да то часто я вижу это как вот какие-то такие заявление признание это как все равно что человек выходит вот на площадь городскую и что рассказывает ося я вот и мне как с этим как мне с этим быть вообще с этим вот вопрос а зачем это что это делать что делать со мной когда я это слышу что это делать с человеком я понимаю что это с одной стороны неизбежно ну вот что мы туда двигаемся и что это все таки не не так как на площади что там есть какие-то свои другие качества другие особенности ну и конечно же зависит от того что именно человек заявляет какими словами потому что часто ну действительно как-то смешно мне становится когда человек пишет а я сегодня поел там авокадо и что спасибо что рассказал опять же это зависит от характера потому что кому-то это ну он входит в эту беседу да вот как это какое-то завязывание беседы это как вот сидеть в одной комнате и просто ну разговаривать о том о сём да с другой стороны есть вот люди которые там еще и работают в интернете как мы с тобой да для которых частная жизнь такая вот с своими друзьями общение она очень слабо разграничена с публичной деятельностью и с работой и поэтому это как-то все очень перетекает какой-то такой континуум и мы часто в какой-то вроде бы и говорим и о рабочем но в то же время и о своем каком-то очень личном и вот твой пост как раз о том что ну да это вроде бы рабочий момент ты собиралась там начала организовывать группы где в том числе ты зарабатываешь деньги на этом это твоя профессия это связано стоять с деятельностью рабочий но в то же время ты рассказала о ком-то личном а что ты чувствуешь при этом вот в том посте где ты писал о своих успехах что ты чувствуешь по этому поводу и о неуспехах соответственно люди соединяются как-то с этим одновременно и вот и как-то лично и вот как ты вообще сама соотношусь с этим тоже конечно это все зависит от характера то есть например я опять же в силу там моего характера мои мои каких-то тенденций да я ну как для меня важно дозировать это очень вот например на своей личной странице вообще практически ничего не пишу там очень-очень редко основном используют буду в городе и насчет там группы ну и там мне важно проводить какую-то границу о чем я говорю о чем я нет и ну и я здесь смотрю просто как это решает каждый человек я вижу действительно еще какие-то поколенческие тенденции но и в целом это тенденция характера до вот или каждый по-своему это все делает как это для тебя где ты проводишь границу для себя можно ли ее как-то определить внутреннюю границу о чем говорить о чем имеет смысл говорить о чем уместно говорить о чем не уместно вот о чем слишком лично вот какие-то знаешь эти дистанции что ли да ведь мы общаемся всегда на каких-то дистанциях с людьми и вот часто вижу как раз вот эта новая реальность фейсбука новая реальность социальных сетей она но многих как-то несколько вводит какой-то такой конфуз как люди начали путать спутать дистанции да там ну вот например для меня все-таки в русском языке есть обращение на вы да как такая устоявшаяся форма для меня это определенная ну как-то такое дистанцирование да вот с кем я на вы с кем я на ты и там много факторов и возраст и прочее и мне несколько робит когда люди там особенно моложе меня там может на 30 лет с которым я не знаком пишут мне в личном сообщении привет валера тра-та-та ну мне немножко странно это я конечно могу с этим справиться не обижаюсь на это но как-то я думаю а чё это с какой-то стати то есть меня все-таки важнее как если мы постепенно идем к ты на то это происходит постепенность человеком сближение или меня как раз важно это постепенность этого сближения мы как-то делаем какие-то шаги в узнавании друг друге прав к этому отрешаем окей давай может быть все таки уже на ты вот и там уже это не может не зависеть совершенно от возраста и так далее так вот извини мои мой такой спичи но просто такая подложка под то что все это под вопрос как тебе с этим вот как ты в интернете в социальных сетях так как наша работа сейчас сильно во многом туда перед перед перестекает как ты для себя решаешь этот вопрос личного и общественного личного и рабочего если у тебя какие-то там границы можешь об этом немножко поговорить я думаю что для меня это процесс нету какого-то готового ответа и я на это тоже это та территория еще недостаточно избранная для меня как бы так что я ее тоже я ее потрогаю ну протягиваю и как бы замечаю в какой момент действительно случается ну вот этот контакт потому что как ты говоришь ну я съела авокадо и что и вот этот момент как бы ну не случается или она такая встреча ну как бы а я картошку вот и поговорили для меня это процесс процесс как бы что все таки я периодически все то что мы пишем мы можем выбрать фотографии у нас есть как бы время у нас есть время ну вот у меня есть время подумать как бы и про какой это эффект окажет на на читающих а я как бы а какой еще это эффект может оказать ну вот окей я я жду я хочу вот такого эффекта а какой еще может эффект оказаться а если там и вот где-то вот здесь важно все таки остановиться потому что ну это можно до бесконечности так ничего не отправить вот но и в то же время как бы ну вот чтобы в этом что ли надо и мое какое-то такое присутствие что вот если я если в этом есть какой-то такой вот провокация или вызов что я готова к этому я там допустим может быть что-то хочу если я хочу чем-то поделиться то мне важно быть готовой к тому что человек это может принять или не принять а еще может быть там тот же самый фейсбук подумает что это как бы но реклама и никому это не показать и это просто окажется невидимым то есть как бы немножко быть готовой что ли к тому что ну вот что что я хочу как бы сообщить и какой ну хотя бы вот базовый сигнал на это ответ может приступить какие опять же могут быть искажения вот поэтому для меня это некое такое исследование плюс я тоже как бы я выросла как бы в деревне хотя технологии то они тоже но относительно так мне кажется но в общем как бы я не скажу что этот мир я я вот прям в него вошла несмотря на то что там может быть я отчасти моложе тем не менее это непривычный для меня мир он виртуальный а я опять же да почему я деревню привела потому что в деревне там очень много про физически про его контакт про звуки про тактильные ощущения про запахи там физики очень много поэтому для меня это тоже но для меня это процесс и я вижу что на разных площадках ну допустим мы с тобой как бы но на фейсбуке мне кажется фейсбук он действительно больше для диалога вот как бы для такого но хотя какого такого ну который может случиться потому что у меня есть ощущение в других каких-то социальных сетях там больше наверное для того чтобы посмотреть на тот же самый инстаграм он говорил что это первоначально по фотографии и там ну как бы я опять же ориентируюсь на себя я честно я многие постеполисты не иду дальше читать в фейсбуке как бы там больше текста первоначально показывается там есть ну в начале можно на это откликнуться и пойти дальше то есть если сколько полностью постов я прочитываю на фейсбуке в инстаграме ну допустим тот звук он больше для меня это и про ответ и видеть что другие люди ответили ну то есть им как-то в этом чуть были открыты что-либо приспособлены по дому вот поэтому тоже как бы ну отдавать себе как бы отчет в том что это все таки нереально и с одной стороны по шапке никто не даст ну вот как бы я могу что-то сказать ну как бы не даст в физическом плане но может как бы отвлекнуть все так что вот и что у каждого пространства есть свои как бы правила законы и это мы с этими правилами мы можем играть мы можем там исследовать пробовать играть как бы пояснять потому что ну в целом она все-таки все социальные сети они как бы больше ну как мне кажется про общение конечно там вот вопрос коммерции монетизации он тоже там присутствует это это важная часть ну как бы это это присутствующая часть ну да не несет вот то что сказала слово исследование оно для меня тоже важно и близко и я считаю что вот как минимум для меня и я думаю что для вообще для людей которые там как-то тренируются практике осознанности тренирует это качество вообще внимательности осознанности к своим собственным реакциям в первую очередь это может быть хороший тренажер но потому что в нашей жизни в такой вот в реальной да в реале называем да ну когда скажем мы разговариваем с человеком ну даже вот мы сейчас в реальном времени да когда мы разговариваем то вот есть какой-то диалог есть соответственно ты что-то говоришь у меня рождается отклик это происходит сразу же немедленно если бы я там сказал ой ну мне надо подумать я бы ушел бы на пять минут вернулась бы ну это бы все ушло вся энергия ушла соответственно сколько это на это нужно времени и так далее и соответственно нас меньше возможностей как-то осознать все все нюансы своих там чувств своих переживаний там как-то часто мы более реактивные непосредственные разговоры непосредственной беседе а фейсбук он как раз дает возможность побыть с чем-то и вот скажем если ты чувствуешь что тебя что-то задевает кто-то написал что-то и и ты чувствуешь какую-то свою реакцию там это может быть агрессия это может быть возмущение там или наоборот ах 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 что-нибудь такое то мы можем с этим побыть не отвечать немедленно сразу что-то написать в ответ а побыть с этим почувствовать увидеть как то внутри себя как это происходит вот это вну это внутренняя реакция и дальше ответить может быть чуть более взвешено чуть как-то шире ну вот под обдумав это и ну для меня это очень хорошая такая практика отвечать не реактивно внимательнее как-то к этому относиться и к этому диалогу пусть он будет там как и как раз соцсети соцсети пока что они дойдут возможность ты можешь ответить через час может через день это и диалог будет продолжаться да и очень интересно наблюдать как изменяется с мое состояние как человека который там как бы проходя через просто даже до того что мы может быть на день это отпустили и потом вернулись к этому что все изменилось на и какой-то такой хор ну мы увидим как какие-то буддийскую правду в этом что ну да все меняется и стоит ли там часто цепляться за какие-то там переживания чувства когда это просто вот волна которая приходит такой вот еще ну то что сейчас ты говорила по поводу и на как то так сейчас но у нас получается мы говорим про эти соцсети начали перейдем может чем-то другому ну вот что что нас с тобой объединяет как я вижу что мы оба такие люди связанные с телом с работой с телом со своим и естественно с чужими друг с телами других людей ну вот ты упомянула деревню что оттуда вышла и насколько я тебя знаю эти это большая часть там из работы с движением с танцем bodywork и прочие такие телесно ориентированные практики и причем как с собой так и с другими людьми профессионально а теперь вот это наша новая реальность виртуальная где ну как как как-то тут с телом поработаешь пока нет возможности с телом другого человека естественно какие-то другие темы возникают или какие-то нам важно нужно изобретать способы чтобы человек с которым работал просто обращал внимание на свое тело ну вот как я стараюсь делать там своих медитациях не веду голосом обращаем меньше будет тут туда ты туда-то мы направим внимание в своем теле там дамали то есть это какой-то такой способ компромисс как ты решаешь для себя этот вопрос вот тело важность его важность работы с телом вашим важность проживания телесной жизни просто тело не как инструмента как вот как одной из тем тем чем мы живем одна из таких сфер линии и в то же время вот это без телесность интернета и взаимодействие интернете как как-то для себя находишь здесь середину какую-то да спасибо за этот вопрос мне кажется я я еще ищу ответ что я точно знаю чувствую у каждого человека по-разному все-таки у нас есть зеркальные нейроны и ну как бы мы с и настраиваемся с человеком и происходит такая снастройка либо если очень далекие состояния то там конечно наверно я не знаю как это проходит происходит совсем далекими состояниями но тем не менее вот это ну как бы снастройка она как-то происходит поэтому я пока для себя решила то что я буду транслировать максимально так сказать ясное состояние ну как бы устойчивое стабильное открытое доброе дружественное и ну и как я это делаю я там точно так же медитация каждый день что но для меня важна поза я закрываю плечи то как пока как что почему то есть я и сама себя исследую и стараюсь но как как минимум быть ну человеку может быть не посмотрев на которую у кого-то расправиться плечи при этом мне тоже важно чтобы в моем сообщении у него как-то послание что мы можем расправить плечи но вот сейчас когда ты говорил про то как ну ты ведешь медитации мне пришло такой вот такой образ что действительно мне сейчас важно и интересно вот такая как бы авторская позиция и допустим такое ведение медитации это как приглашение человека быть больше таким автором направлять внимание на разное но опять же именно он ну как бы с этим встречается не ты его куда-то ведешь через такой контакт непосредственно ты мой от которого как-то ну как бы не уйдешь ну встречаешь здесь идет вот такое приглашение человек он как бы сам автор вот своего исследования ну как бы ну я нахожу и какую-то такую ну и свободу и в то же время но и ответственность и развитие вот этого любопытства и я пока вот ну я с телом не работаю вот так напрямую но это обязательно это это мое все это часть моей реальности которую я берегу и которая все равно очень часто проявляется вот допустим я сейчас разговариваю она при этом и мои руки говорят моя грудная клетка там двигается раскачивается и если допустим я пойду это исследовать про что это я понимаю что это ну как бы это продолжение диалога я как бы ну телом телом говорю так не только словами но и телом делая возможно мое послание более ясно чтобы потому что иногда мы можем встречать когда человек там говорит одно но его жесты его не говорят о том что он не совсем верит в то что говорит поэтому для меня вот именно как непосредственно работать телом тех людей которые читают или смотрят для меня это пока большой большой вопрос но единственное как бы ухаживать за собой чтобы уменьшать какое-то некое такое искажение шум быть в контакте и с собой и с реальностью и с теми людьми может быть кому я хочу потенциально вот еще это тоже можно увидеть увидеть услышать узнать людей которые сами занимаются телом по собственно языку которым ну даже они пишут вот когда я предложил тебе поговорить в этом подкасте ты ответила мне там очень так телесно смысле что твои слова то что я чувствую чувствую тепло я чувствую как грудная клетка расширяется то есть сам язык и я думаю что это ну хорошо потому что это один из способов и другим как показать что во-первых есть такой язык что мы можем к этому обращаться и когда ты говоришь об этом то я думаю что невольно ну где-то возникает хотя бы там как-то бессознательно может быть частично сознательно какой-то отклик а у меня то как вот момент да что я телесно переживаю да вот эти чувства скажем эмоции да которые там я рад но как именно я рад да как 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 это радость переживается и ну как минимум шанс возникает что человека там куда туда внимание тоже пойдет я конечно здесь уже очень индивидуально и опять же в нашей сейчас ситуации многих есть это какая-то разобщенность со своим телом и собственно самим процессом как как же я переживаю эти чувства как именно как вот вид тепла виде напряжения расслабление там открытости закрытости и прочего окей но давай вот сейчас да перейдем уже чисто этих самых таких сетевых тем более широким вот а какие сферы жизни или вот опять же насколько я понимаю кто-то жизнь твоя какая-то твоя твоя личная она связана с тем что ты делаешь чем ты работаешь когда ты с людьми то во многом это происходит через твою работу ну вот это у меня так происходит и я думаю что сейчас всего большего большего количества людей вот какое-то это свое личное оно все больше связывается с общественным и с рабочим с тем что мы делаем все труднее определить какую-то точную границу вот я столько-то работаю дальше я отдыхаю и совершенно занимаюсь совершенно другими делами все как-то так какой-то континум такой вот у меня этот подкаст называется подлинной жизни подлинность это же во многом о ценностях да о том что важно там что ценно вот чем я живу что я воплощаю своей жизнью в очень разных аспектах тебя какие сферы здесь важны а вот что-то через себя проводишь вообще в мир что я через себя проводишь ну вот у меня в последнее время приходят такие слова как ясность 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 в контексте ну наверное что вот если я говорю про ясность это вот про какую-то такую ну больше наверное прозрачность кристальности то же время как будто ну иногда чуть больше свет и у меня наверное ну такая достаточно я не знаю как будет дальше но сейчас достаточно много внимания посвящено вот все таки моему исследованию чему посвящено исследованию исследованию как бы и про то как мир устроен ну вот грубо говоря сейчас меня очень интересует язык ну вот вообще феномен языка как мы разговариваем и что язык очень сильно связан с нашим мышлением и ну лингвисты это изучают на примере как бы разных языков допустим свой родной но как бы у нас есть ну другие тональности например там язык принуждения и язык приглашения или язык призвания но это же тоже на нас очень влияет как бы есть допустим телесный язык когда ну действительно если как говорится если я говорю красный то люди начинают думать про красный если я говорю про ну как бы у меня расширяется грунтый ответ то ну там вопрос насколько это будет осознанно или неосознанно но внимание туда может упасть вот на какую долю внимания как бы насколько оно туда упадет это как бы вопрос но вот если говорить все-таки возвращаться к тому что я несу вот мне мне кажется что как бы я пришла в мир и я вижу насколько он запутан как бы и насколько вот какие-то векторы много чему противоречит сейчас с одной стороны мой большой фокус это как бы для себя прояснять какие-то многие моменты находить связи которые ну где-то может быть только формальные или ограничивающие или вообще как бы из прошлого они не имеют ну как бы влияния но где-то в голове я думаю что они имеют влияния я куда-то не спрашиваю ну то есть а например какие какие вот векторы ты считаешь ну вот во первых в чем запутанность просто несколько примеров может быть каких-то противоречий этих что тебе интересно здесь ну ну например наверное самые такие вот глаголы это важно должна нужно хочу ну вот как бы и ведь каждый человек должен завести семью и это как бы это один да ну это это одно послание и как бы но мне же про это нужно по-другому говорить или ну меня сейчас очень трогает то что я изучаю нарративную практику и нарративная практика она как бы ну базируется на том что ну у нее такая перспектива что проблема находится не в человеке а в социально-культурном контексте угу и и я понимаю что очень многие проблемы они социально-культурный контекст часто ну как бы внедряются поглощая ну как бы да нахиваются в человека угу и это как бы и очень сильно это влияет на человека и человек какой-то ну как бы человек начинает описывать проблемы угу но если мы все-таки вот как бы разворачиваем вот это все ну например ну я не длительная я вот не длительная и я медленно читала в школе и мне за это плохие оценки ставили с одной стороны вот вот эти нормы ну допустим что человек должен столько-то только-то читать слов в минуту в таком-то возрасте потом столько-то в таком-то столько-то в таком-то чтобы потом в трудовом возрасте он выполнял какие-то нормы труда чтобы он был как бы социально эффективным полезным и так далее то есть я могу понять откуда это идет и как бы эти нормы кто-то их когда-то прописал и эти прописанные нормы они влияют как бы и на преподавателя который со мной работал ну вот так и на родителей потому что тоже это как бы создает определенные ожидания и как бы может быть если ребенок медленно читает он там не сможет чего-то достичь и в то же время ну вот если говорить про меня вот мою вот ту медленность ее как бы он где-то гнобили что-что ее ее гнобили и каждый раз я я же встречалась как бы если я делала что-то медленно с неким то же зачарованием в мою сторону и с такими как-то может быть где-то даже сложно ну почему-то но если мы начинаем ну как бы если я начинаю вот это как бы ну прояснять понимать что ну на самом деле что-то я делаю быстро а почему-то ну да у меня такая скромность ну это как бы может быть не ведущая моя деятельность не вся моя жизнь но как бы я начинаю ну вот прояснять замечать какие-то эффекты и с какими-то эффектами я уже могу согласиться могу не согласиться могу понять что ну как бы это устарело или это меня касается не касается ну как бы вот вот про это если раз вот периодически да ну я тут просто такой потому что это тема над которой я тоже как-то думал последнее ну какое-то время да или возвращаясь к этой теме вот этого ритма своего собственного да и я думаю что это очень важно это как раз вот связано с этой самой подлинностью ну тоже с какой-то аутентичностью и вот то что я сказала существует какие-то стандарты они бывают там формально прописаны бывают неформально да что действительно вот у нас есть там некие стандарты вот какой-то скорости включенности во что-то да и во многом они формируются вот неким временем в котором человек просто живет ну я просто например путешествовал много по таким странам ну условно говоря не слишком развитым индустриально да и опять же вот деревни какие-то да вот идешь и что и люди как-то расслаблены в целом вот и особенно там где жарко там каком-нибудь Индию или Южную Америку взять вот человек там в гамаке в Южной Америке он там полдня проводит остальные полдня там как-то работает ну не очень спеша тоже так вот размеренно естественно нет какой-то гонки нет вот этого строгого времени вот сейчас начал вот вот сейчас закончил вот каждый день вот так вот а потом возвращаешься какой-то вот мир больших городов где вот где там там не знаю с девяти до шести все вот в одном месте работают там значит едут в метро там вот какая-то скорость одна и та же и начаешь видеть это что насколько это обусловлено вот какой-то ну структурой общества и каким-то доминирующим экономическим стилем что ну вот опять же там был аграрный там деревенский стиль в основном доминировал это был один ритм да у каких-нибудь людей живущих до сих пор в джунглях там собира как собира охотники-собиратели у них совсем другой ритм и есть такие еще там племена я там бывал соприкасался с некоторыми и есть вот наш этот индустриальный мир где вот соответственно вот с позвонку и это началось там с заводов а сейчас то же самое в офисах в офисах но мне кажется как раз сейчас вот возвращаясь к теме которые мы до этого обсуждали с интернетом все это тоже начинает меняться все больше и больше людей вот как это сейчас в России назвали самозанятые да вот эти фрилансеры и те которые в общем-то оказывают какие-то услуги но не работают ни на кого они в коорганизации а сами сами себе организация и соответственно они сами регулируют это время и могут прислушаться к своему ритму и ну и для меня например это тоже огромное какое-то вот я очень доволен и счастлив что я живу именно в это время потому что я как и ты я тоже человек медленный медленно думающий медленно вот медленно делающий в целом знаешь мне хочется сказать размеренно размеренно да а и и понятно что если меня сравнивать с кем а есть вот такое там ну в русском языке тоже быстро умный там человек да и это считается вот что умный человек это кто-то быстро думает тот кто вот как схватывает на лету тот кто быстро реагирует быстро ориентируется конечно прекрасный навык но если человек вот если у него нет этого если он как-то у него какой-то другой ритм и другой другая скорость то этот человек не тупой да мы просто у него другая скорость ему нужно дать это время прожить это как-то и и вот кстати я замечаю что это как раз многие люди которые в большей степени в контакте со своим телом как так с сложившейся какой-то ситуацией жизненной у них так как телесные процессы они вот как-то медленнее что ли да и что эти люди более размеренные вот как так как тенденция опять же это не 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 как ну понятно что это обобщение вот и соответственно я я я к тому что во первых сейчас время в этом смысле хорошее мне кажется чтобы находить свой ритм чтобы меньше ориентироваться на эти какие-то стандарты и вот как-то ну говорю что вот это нарративной психотерапии там ну фактически же там же мы же переписываем какой-то вот свой этот нарратив свою историю которую мы сами себе объясняем мир себя и мы можем сознательно переписывать его в том числе переписывая свою скорость какую-то ну вот в смысле соотносясь с этим а как мне-то как как это потому что этот этот индустриальный мир чем он собственно был ну плохо что ли его минус при всем у него много плюсов но минус как раз в том что он превращал и нас в машины да в людей он не учитывал вот этой биологии как раз вот то что есть в деревенской жизни да когда я нахожусь в этой в одном ритме с природными ритмами да вот что есть там вот восход солнца заход на меня все это влияет и кстати вот здесь тоже сейчас живу ну хоть это и город называется но вообще так это деревня за 15 минут его могу весь обойти и на море я каждый день вижу заход солнца я здесь впервые вообще ну вот семь лет я здесь живу и это большой срок для меня до этого я либо жил вот в больших городах мегаполисов где солнце всегда заходит куда-то там за дома куда-то и куда-то на абстрактный запад какой-то вот такой а здесь я вот я вижу что запад это не точка а пространство я вижу что у нас вот ну как это солнце вот оно что у нас когда видно с крыши тут и Италия видна из нашего окна вот а здравствуйте а Хорватия видна и еще и кусок просто чистого моря и вот я вижу что там в мае у нас солнце садится в Италии а потом оно идет 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 и вот зимой вот сейчас оно в Хорватии садится то есть это какой-то достаточно большой запад это достаточно большой промежуток пространства да какого-то я как-то с этим соотношусь это и это действует на меня я чувствую это что вот какие-то ритмы природные что солнце движется что я это включает меня в какой-то другой контекст чем я жил а в городе как я жил вот огни зажглись вот вот потом значит огни городские огни потом они значит потухли вот они день и ночь и это какой-то другой ритм действительно и который мало соответствует какой-то биологии моей потому что все-таки мы как биологический организм мы вот на этой планете выросли мы с ней связаны вот и сейчас у нас есть возможность когда мы становимся самозанятыми есть возможность больше прислушиваться к своим собственно ритмам личным каким-то да вот и таким биологическим и как раз переписывать эту историю что я не тупой потому что я туплю на иной раз да что я не быстро соображаю а мне просто нужно время и и давать его себе ну при этом мне тоже как бы хочется ну вот тоже так откликнуть что ну вот там где есть ну допустим я немножко тоже страдала наверное от того что меня все время гнали и конечно у меня есть внутри как бы определенный как следует внутренний критик который меня периодически подвиняет ну и вот это оно каждый раз как бы вызывало вот именно страдания несмотря на то что я вижу что кто-то может делать быстрее там медленнее но вот как бы из-за того что мне приходилось это делать быстрее не в соответствии с моим ритмом вот происходило вот именно нарушение что для меня это ценность как бы что медленность да она не обязательно всем но для меня это вот прям это мое это меня трогает и когда это деформируется так сказать когда это искажается ускоряется ну как бы тогда я чувствую это как что-то что-то важное нарушено это вызывает а как ты вот меня всегда интересует вопрос как люди что-то делают не просто что они делают но и как именно да вот когда ты ну сейчас в большей степени прислушиваешься своему ритму стараешься им следовать ему своей скорости то как именно ты это делаешь есть какие-то у тебя там типс какие-то вот приемы какие-то способы ну как бы наверное от самого простого это вот как бы ну как бы когда это нужно в моменте да это просто хотя бы вдох выдох и вот ну побыть с ним побыть с ним почувствовать как вот ну как грудная клетка расширяется ну я тоже раньше для меня это как-то было ну не знаю как-то наверное странно но сейчас я прям чувствую как вот косточки чуть-чуть раздвигаются как суставчики там ну вот как все это становится таким вот подвижным и я такая хлоп вдох выдох сделала и как бы ну это для меня определенная сонастройка для меня ну показывать что да ты посмотри какая ты подвижная да целый мир внутри ну ну как бы а потом ну важно понимать все таки действительно ценности свои какие-то важные такие цели наверное на ближайший какой-то период может быть помнить про цели ну как бы иметь цели и на длинную перспективу и на короткую и тоже как ну задавать вопрос что сейчас важно и если говорить про такие как бы ежедневные практики то это медитация ну мне очень нравится как бы твои медитации я выбираю на просто ну на стабильную позу на устойчивость иногда это мета иногда это self compassion иногда мне хочется вот быть именно в тишине и тогда это ну я выберу просто гонка и питание тоже питание да я поняла тоже это прям был длительный длительный процесс как я постепенно приходила к более правильному питанию потому что ну раньше в моей жизни там был и алкоголь никотин и вредные ну так сказать неполезные и так много таких элементов которые под большим вопросом и сейчас как бы ну получается ну готовить опять потому что есть это как бы время есть для этого пространства готовить для себя достаточно питательную и полезную виду даже находясь в городе хотя это сложнее допустим вот в деревне то же самое ну казалось бы простой картошки он сильно отличается от который я могу купить в городе сильно отличается это как бы можно про все продукты говорить в деревне может быть это еще и с воздухом я не знаю ну в общем я ну как бы находясь в тех условиях стараюсь как бы не смотря на загазованность воздуха на такую хорошую воду и те продукты которые есть ну как бы уменьшать вот это негативное воздействие и все равно питать себя самым каким-то полезным приятным вот и последнее что это наверное там лимитировать посещение интернета из социальных сетей то есть с одной стороны такой парадокс что вроде бы я каких-то людей приглашают в диалог чтобы там ну как будто мы там и говорим но в то же время ну для меня важно ну чувствовать вот эти границы потому что если я интернетом пользуюсь допустим перед сном и потом почти сразу ну грубо говоря из интернета сразу в кровать то ну это это влияет на меня это влияет может быть может быть не в моменте вот я в моменте ну как бы как бы в неделе я это сразу замечаю вот поэтому тоже определенное лимитирование интернета несколько утренних часов ухаживаю три четыре стараться все таки без и выбирать ну как бы много чего можно сделать и в то же время тоже перед сном как бы уменьшать ну время сколько увеличивать этот промежуток когда я завершила работу в интернете и когда я там читаю книгу дописываю какие-то свои идеи там поанализирую свой день ухаживаю там уливаюсь и собираюсь спать общаюсь с близкими ну наверное тоже помогают определенные ну записывания записывания чего ну составление какого-то плана опять же есть у меня допустим цели и эти цели всегда же можно на определенные шаги и пусть даже если они все шаги сегодня сделаны хотя бы как-то ну написать ну как-то настроить фокус что я замечаю ну мне в Москве вот бывает тяжело здесь очень много источников информации которые ну борются за мое внимание причем предлагаю очень хорошие вещи предлагаю ну как бы мне некоторые предлагают и не очень хорошие но тем не менее что хорошего очень много тоже предлагается и каждый раз как бы видя что-то очень привлекательное ну я я трачу ресурс на то чтобы сказать нет ну как бы если я выберу этот то я не смогу реализовать что-то свое и это не потому что это что-то плохое просто потому что ну за меня мое никто не сделает и вот такое вот как бы из маленьких инструментов ну как бы и на телесном уровне и на рациональном уровне и вот ну как бы на химико-биологическом чтобы все что-то было еда которая меня не тяжеляет которая меня не отравляет у меня получается как бы быть больше в своем ритме и опять когда что-то из этого начинает отходить я чувствую как появляется вот это а не быстрее а не быстрее ну когда же ну когда же или появляется какое-то волнение ну ну то есть интересно да это вот это получается что ты когда мы ну условно говоря не соблюдаем вот эту гигиену что ли да а это в общем ну гигиена всего да тело сознание вот это всего вместе всего этого организма то получается что мы теряем контакт вот тем самым своим каким-то естественным ритмом естественным потребностям и ну вот кстати по поводу еды да я я ну это давно уже произошло я как-то опять же ну все-таки стараюсь тоже следить за тем что я засовываю в себя и и здесь вот как раз тоже у нас такая ситуация что мы не знаю там на 90 процентов покупаем продукты у местных фермеров вот мы с ними лично знакомо я знаю что человек это вырастил это вот это это и какой-то мы разговариваем с ним ну какое-то вот это очень такое специфическое общение и плюс ну вот действительно что-то еда прям я опять же за такой большой срок моей жизни достаточно я ем вот такую вот еду которую ты прямо я же чувствую вкус по-настоящему она живая живая так вот ну но с другой стороны я понимаю насколько для меня на меня подействовали ну те упражнения практики работы с сознанием с восприятием которые я там делаю достаточно давно чем я занимаюсь очень давно в том смысле что я хочу когда я хочу например что-то съесть я в основном хочу чего-то полезного то есть как бы ну вот я прислушиваюсь к каким-то реальным потребностям организма и и вот в принципе моя любимая еда там ну кроме там овощей фруктов вот этого самого живого в котором прямо эта жизнь вот чувствуется это еще гречка например да вот я очень люблю быть номер один мадлен говорит что это моя жена гречка это моя жена вот люблю еще кефир да какие-то в принципе полезные то есть а например чипсы мне даже запах противен да там или какое-то сладкое там вот все что сладкое продается какие-то тортики там чуть там кого-нибудь попробуешь в гостях там где-то прям столько этого сахара я не могу этого но с другой стороны я понимаю что если в те моменты в те периоды жизни где я теряю какую-то эту чувствительность эту внимательность осознанность то меня тянет на всякое дерьмо пардон ну там там опять же у каждого это свое у кого-то это может быть сладкое у кого-то там соленое у кого-то алкоголь еще что-то но вот как будто бы какая-то появляется странная потребность сделать еще хуже 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 своему организму да и вот это да такой вот парадокс что чем больше ты прислушиваешься скорее так чем больше ты делаешь для гигиены для очищения сознания и тела тем больше ты подходишь к своему естественному вот этому самим естественным потребностям которые в принципе в целом полезны для тебя для жизни да согласно да да и оно оно действительно как бы это не то что как бы отдельные кирпичики оно взаимно связано одно другое подтягивает действительно как-то ну иногда бывает так что я ну тоже если говорить про еду и я могу что-то чуть ли не автоматом притянуть начать есть и потом вот почувствовать да мне уже этот вкус не нравится и вот как бы ну и ощущения и как-то что это ну себя принимает и и тут я еще наверное скажу тоже важно это это контакт с людьми с людьми да ну вот с такими со своими людьми это тоже как ну которые принимают из скорости из радости и могут и сорадоваться ну успеху и поддерживать сложные моменты и ну вот этот контакт он тоже контакт с человеком с людьми он тоже помогает мне быть с моим как раз как раз не из теми которые из меня хотят что-либо сделать а те которым ну вот я вижу интерес к себе вот вот этот интерес он тоже ну так питает ритм питает ну вот возвращение ну как бы окей я могу я могу показать вот это я могу проявить вот это но я думаю что вот это мой следующий вопрос он как для меня он лично вытекает из того что мы все проговорили в смысле как то что мы уже проговорили он дает ответ на мой вопрос но я хочу как спросить тебя может быть еще что-то ты дополнительно скажешь на эту у тебя твой вот сейчас основной проект там твой блог он называется нежный поиск да да вот откуда это название почему оно для тебя почему именно это название что ты этим хочешь сказать и себе и соответственно другим раз ты пишешь в нем для других тоже ну ну тут наверное я начну наверное я начну с того что вот прям недавно ну произошло и меня сильно поразило а потом перейду вот как бы ну к названию потому что иногда иногда мы можем сделать ну вот я я я присягу говорю да что иногда я могу сделать какой-то поступок ну который мне кажется как-то достаточно подлинным аутентичным и он меня вот где-то удивляет но как бы резонирует так да это честно да давай так да такое название ну немножко странное но пойдет а потом как бы ну как бы жизнь проходит и я понимала как действительно это название оно оно очень резонирует и что вот тот выбор он ну как бы он был правильный и относительно недавно я услышала о том что ну как бы ну вот есть же разные архетипы и один из достаточно ясно понятных архетипов это архетип героя и что очень много историй в нашей культуре он ну как бы из этого архетипа да про то что достигать добиваться идти ну вот бороться ждать да и это как бы ну с одной стороны это такой вот ну как бы доминирующий дискурс про то каким ты можешь быть ну там ты либо герой либо либо не герой ну вот как будто вот если говорить про дуальность или злодеи или ну вот и как бы я про себя знаю что мне честно вот ну девочки как бы из деревни мне хотелось идти в люди я даже ну как бы перечитываю свои там дневники которые писала в 13-15 лет ну как бы я тогда уже понимала что если я там хочу принца а я как бы ну условно как бы хотела мне надо сначала принцессе то есть история про золушку это чудесно конечно но вот как бы ну надо себя вот как бы и история про как бы ну вот достигать быть успешной она была достаточно долго доминирующей но она как бы как будто во мне есть вот эта сила которая может вот эту историю держать но тем не менее мне внутри в ней не очень хорошо и процессе ну как бы опять же и медитации и вот какого-то вот такого вот наверное стоит да сказать что у меня был период когда я ну как бы я 7 лет работала в офисе там даже вот мы работали по 10 часов и это было так официально каждый день потому что надо же и учиться и вот как бы 9 часов ну как 8 стандартно час на обед и час на сам развитие само обучение которое вы делаете на территории в общем и после этого у меня был наверное ладно что-то начало во мне видимо не выдерживать и начало искать что-то и как раз в процессе я тоже нашла и танцы и начала вот это возвращение ближе к своему ритму ближе ну своей вот такой аутентичности и слово нежно ну честно я вот так его ну что мне с этой нежностью делать ну она как бы ну то есть я ее в себе где-то не принимала и отрицала достаточно долго я даже где-то думала что это это про желание понравится ну вот как-то это про то что для этого качества нету достаточно места в том социуме где доминирует история при героях у принцессы они тоже они как-то они такие ну я даже вот как-то герой ладно и была лаборатория аутентичного движения и там получается в течение пяти дней был процесс про то что ну как бы процесс аутентичного движения и потом мы после движения мы проговаривали и мы не честно неожиданно много стали приходить вот эти слова про нежность мое движение мое движение оно другими свидетелями называла называлась как нежность мм и я сначала ну вот как бы я так так умываюсь так вот кокетливо ну ну да с одной стороны да это у меня но это же не про сути а это про что-то поверхность но его так было много что я постепенно ну как-то удивилась что это не только про поверхность но потом как бы ну вот случилась вот эта опечатка в документе ну на тот момент я уже опять устроилась в офис что мне насколько нужен этот инструмент а насколько нежен а какая опечатка в документе я там протокол был и я задала вопрос на текло в течение недели определить а ну сколько нужен этот инструмент там для дальнейшей работы но я опечаталась и получилось насколько нежен этот инструмент для работы и как бы отправила на всех никто не сказал я потом когда это через неделю увидела вот прям ну смеялась потому что оно уместно оказалось что нежно достаточно уместно и потом я начала вообще играть с этим и как бы а что если я ну там нежно приготовлю ужин а что если нежно пойти на работу и потом в какой-то момент я встретила что а когда-то я нежно не могу сказать и тогда я начала разбираться с нужно а насколько это мне нужно и ну наверное в течение года вот это нежно оно было просто слово с которым мне нравилось играть и ну и это как бы конечно это не только слово но это и качество то качество которым я наделяла и когда стала думать про блок ну конечно это слово тоже оно одно ну как бы оно появилось и и потом тоже в моей истории происходили много историй про то как я находила какие-то вещи точно так же мне кажется самая такая прекрасная история это dance walking самый первый когда мы танцевали и у меня была сумка и на этой сумке ну такой брелочком был ключ сейчас dance walking это когда вы идете по городу да и танцуете группой это да 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 никто не слышит музыку но мы слышим музыку и видно что люди танцуют в одном как бы ритме что это ну как бы не просто так но музыку как бы прохожие не слышат в общем и мы проходили по бульвару и в какой-то момент у меня в общем цепочка разрывается ключ летит в одну сторону цепочка летит в другую сторону я естественно ничего не вижу и не замечаю и иду дальше а сзади меня люди там танцуют 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 и один из участников он в процессе танца видит ключ ну как бы и берет ключ и в конце он тоже не знает что это твой да он не знает что это твой и когда мы уже в конце завершаем на площади там ну как бы ура как это здорово было как классно а Дима ну как раз который нашел он говорит а я вот еще нашел и что а это я это как бы ну помимо того что был ценный процесс еще вот ключ и я такая о да это же это же мой ключ это мой ключ о спасибо что ты нашел ну в общем мы с ним тогда он говорит ну слушай ну ты его все таки потеряла давай а я его все таки нашел по честному если ну как бы тем более эту цепочку потеряла ну как то по честному будет если он у меня останется и я в общем ну мы подумали подумали ключ остался у него как такой некий архипак и я иду и знаешь вот я иду как раз вот по бульвару и вокруг такие здания ну вот в москве в центре москвы он прекрасно все таки красивые здания я смотрю на эти крыши вот ну как действительно спина расправлена плечи я такая дышащая смотрю вверх и я делаю шаг и моя голова опускается вниз и смотрит ровно на то в то место где лежит цепочка и это как раз то место что мне сделать еще один шаг вот аккуратно его поднять даже не меняя ритма и дальше продолжить движение и от этого вот что-то такое ну как бы я почувствовала что вот слово поиск ну вот как поиск и нахождение вот иногда без вот такого а мне надо найти не такое а вот наоборот вот смотреть в небо но как бы помнить что а я цепочку потеряла потому что дима по-моему тоже что сказал ну ты же потеряла и я потом ему пишу дима я нашла возвращай к нему ну как-то так и потом были истории про документы про каких-то людей и мне иногда ну вот я в москве могу с людьми постоянно вот так встречаться где-то в метро вот на прошлой неделе я сижусь в маршрутку смотрю социальная карточка лежит ну выпал у человека я думаю ну я ее могу водителю конечно оставить но думаю ну пока я еду сейчас посмотрю может быть а там ну на социальной карточке есть маленькая фотография ну посмотрю допустим в том же самом контакте может я сейчас человека найду и я просто беру и как бы это делаю и ну девочка приезжает и думаю как бы ну для меня это про может быть это не поезд но для меня это про поезд мне нравится опять же вот в этих социальных контекстах находить какие-то линии и говорить что на эту историю можно посмотреть и так но я верю что в этой истории есть и другие стороны есть какие-то ценности даже если это история допустим про страдания что страдания есть если какая-то ценность нарушена если мы смотрим как все-таки это это ценность может проявиться на другой территории может быть в других отношениях ну как бы в другом месте в этот момент можно заметить как у меня появляются силы как у человека появляются силы как-то кому я задаю вопрос и вот и я поняла что вот этот нежный поиск это это мое ну первое вот как ты говоришь с тобой заигрывает вот эта тема подлинная жизнь со мной заигрывает тема нежного поиска я согласна и про это вообще тонны книг написаны как это может делать герой как может что как это может делать герой это что ну находить что-то ценное допустим ту же самую принцессу побеждать дракона и все такое а я вот как бы у меня видимо через вот какое-то такое тонкое прибирание что не обязательно нужен вот этот какой-то надрыв разрыв можно как бы в таком в таком темпе с таким качеством в таком ритме я вот тоже ты тут сказал что в аутентичном движении у тебя там свидетели люди говорили тебе об этом и я как свидетель твоего аутентичного движения по жизни ну как-то более-менее да когда мы соприкасались с тобой в реальном времени в реальных каких-то там семинарах и прочих тренингах и вообще как бы наблюдая вот твои проявления и через интернет ну для меня это как прям ты очень точно я нашла для себя вот со стороны то что я могу увидеть меня это очень-очень точно выражает вот как раз твою какую-то ну если говорить о какой-то сути которая может быть у каждого из нас ну есть там именно в плане каких-то черт характера чего-то какого-то такого глубинного именно так что мне кажется очень так вот прям угадал и очень как раз аутентично очень твое Ань ну у нас просто у нас если нет времени обговоренный я бы с тобой еще говорил говорил потому что как-то много тем ну и как-то они поднимаются и вот но еще будет время я думаю что еще встретимся поговорим просто завершая обычно спрашиваю ну вот так как когда люди работают с другими людьми что-то они предлагают какие-то услуги куда-то они приглашают какие-то свои пространства соответственно вот как раз твой нежный поиск он так же привел потому что ты не только сама ищешь для себя но и что-то предлагаешь другим людям что-то нежное или разное просто скажи если вот люди как-то заинтересуются те кто сейчас там слушает нас с тобой как-то ты их заинтересуешь и как личность и как проводник в некие миры некие состояния некие переживания вот то куда ты приглашаешь что у тебя сейчас есть что назревает может быть что будет в будущем пожалуйста несколько слов скажи об этом спасибо у меня сейчас получается есть мой сайт как некая такая витрина некая что? витрина где я могу тоже ну и показываю какие программы происходят и точно так же там есть ссылки на меня на другие социальные сети на страничке и так же я начала вести блог ну вот единственное сейчас у меня ну все-таки такая небольшая пауза потому что ну как бы в мае я начала вести ютуб канал как-то вот формат вот тоже вот такого диалога ну у меня как-то вот ну немножко вот это завораживала тема и несмотря там на определенные там технические сложности и что там гораздо больше тема какая? тема с видео презентации тема с видео, да с каким-то таким с видеорассказом, видео приглашением ну как-то подумать на что-то рассказать про какую-то тему и поэтому в последнее время я чуть меньше пишу честнее будет сказать что я почти полгода я уже ничего не писала вот вот но я некоторые вещи важно писать важно, чтобы читатель прочитывал своим голосом вот, но какие-то вещи важно услышать от другого человека что это не просто слова а ну это воплощенные слова что поэтому ну я приглашаю как бы на свой ютуб канал тоже заходить я рассказываю какие-то понятия, разные перспективы правда так сказать, стеклышки нежного поиска которые помогают посмотреть на мир ну с другой точки зрения с другим оттенком ну как и периодически я провожу программы ну моя такая постоянная практика это воплощение мудрости месяца и это, можно сказать практика по осмыслению ну как бы прожитого месяца и эта работа ну как бы сначала через телесную настройку мы переходим к письменным практикам мы отличаем на 7-8 вопросов как бы про разное и потом тоже ну это как бы высвечивает какие-то такие интересные линии и потом можно это нарисовать можно это опять же спонсовать и поделиться поделиться с людьми которые тоже присутствуют в этом процессе и ну пока я это делаю в формате как доживых программ арендую зал и приглашаю и ну думаю про то что как это можно сделать в формате онлайн что есть такая если это откликается можно следить за новостями я обязательно поговорю про это говорить и приглашаю и тоже таких больших программ которые я выпустила это мастерская оценка представления о деньгах и тоже ну все у того что я у меня был диплом и я тоже как бы поставила на паузу но без желания вернуться я получила интересные так сказать фокусы как можно обогатить эту программу чтобы она была еще более полезной вот в этом да про последнюю кстати я же проходил ее у тебя и то есть я там нашел для себя полезные тоже некоторые моменты ключи то есть спасибо я всем рекомендую ну и вообще рекомендую тебя как специалиста вот широкого профиля в очень разных областях сильно спасибо тебе большое мне как-то было очень с тобой приятно нежно говорить и надеюсь что наш диалог продолжится там в разных форматах вот и надеюсь что это было полезно послушать какие-то вот эти то что может что-то заигрывало с кем-то еще с тем кто слышал это что-то откликалось спасибо спасибо и зрителям которые это да теперь же у меня видео теперь это будет еще тоже спасибо доброго дня да окей завершаю запись так ну вот это все если вас заинтересовала Анна щадина и ее работа то заходите на ее сайт аннащадина точка ком собственно это и есть ее блог нежный поиск в моем блоге Будда в городе на странице посвященной этому подкасту есть прямые ссылки и на блог Анны и на ее канал в ютюбе все вам доброго и надеюсь до следующих встреч и помните в каждое мгновение у вас есть выбор сделайте лучший а теперь идите и медитируйте пока я три три people thee ship ticket this king shilling bed pen yes well paris can spanish past dark arm car hard not wash song from rock coffee all all small ball morning full look good foot book who move noon blue blue two up cup sun sum her thursday burn work under father address servant saturday say baby train plate table waiter no smoke motor hotel ice eye side flower cloud hour hour now boy noise boil voice dear clear bear ear chair hair care fore door floor shop pop can we will not run be a doc серд have a sp something Продолжение следует...